Зарабатывай деньги при помощи простых установок мобильных приложений. Все, что нужно, это иметь современный гаджет с возможностью в удобное для тебя время загружать приложение. Ты моментально получаешь деньги за каждую установку. Хочешь заработать еще больше? Приглашай друзей в Advertap. Им достанется приятный бонус, а ты сможешь получать 10% от их личного дохода. Привет, друзья! Сегодня у нас ремонт клеевых пистолетов. Вот ремонтировал я их уже дюжину. И самые частые поломки у них это тяга на курке и пружинка лопается, возвратная. Ну и в следующем уже идет, наверное, сам нагревательный элемент. Больше тут нечему ломаться. У всех пистолетов есть какая-то поломка здесь. Сейчас все разберу и будем смотреть. А вот как раз тот набор поломок, за который я говорил. Вот этот нагревательный элемент полетел. Не знаю, этот, возможно, пойдет на запчасти, так как к этим маленьким у меня есть запасные нагревательные элементы. А этот один, и еще нет запчастей в таком пистолете. Ну, мы посмотрим в конце. Смотрим дальше. У нас вот первая поломка пистолета. Это самый меньший ресурс имеет. Это вот тяга от курка к этому механизму, который тащит сам стержень. Меняется он очень просто на вот такую вот скубу из металла. Вот, и ходят они очень долго, уже начинает ломаться вот здесь курок, не выдерживает. Либо, так как в этом уже кусок пластмассы, вот, площадка сама удлиняющая обломалась. То есть, уже после замены вот здесь скоба, видите, вот здесь. Это я уже все менял, они уже ходили. И, как раз таки, пружины уже ломаются. Ну, то есть, самый меньший ресурс это вот этой тяги. Потом уже начинаются пружинки ломаться, курки не выдерживают. Ушки вот эти. Сейчас делаем первым делом, наверное, вот этот. Разберем. И сделаем скобочку. Я те золотистые делал цепь от люстры. Там такая проволока хорошая, очень твердая. Уже больше не нахожу той цепи. Сделаем с гвоздя, да и все. Все, уже никуда не денется оно. Следующим уже ломаться будет курок. И все остальное, что я говорил, это уже все. Надеваем. Так, следующим у нас идет вот этот с оборванной пружиной. Есть обломанный, так же, как говорил, вот площадка удлиняющая. Ну, я еще донора нашел, разобрал. Посмотрел, там же так же сам обломан. Ну, нет, будет и так оно. Ходит, в принципе, нормально. Нам только нужно пружинку сделать, так сказать. Можно заморочиться поискать новую, но зачем усложнять себе жизнь, если можно каленое. Сейчас отогну один виток и пружина как новая. Все, пружина как новая. Так, второй готов. Следующий. Следующий у нас что? Так, курок у меня есть еще в доноре. Нет, уже курков нет. Значит, будет работать он на одной стороне. У нас здесь только... Только, только, только... Да пружина вроде нормальная. Можно, конечно, подтянуть пружинку, чтобы она более бодренько возвращала. Она уже тут послабилась. Сейчас сделаем. Так, ну вот и... Пужинка. Наша. Можно было, конечно, заменить курок, но у меня нет штыря. Будет ходить оно и на одном. То есть, кау-штыря нет у меня. Нет у меня курка. Ну, на донорах уже все позабирал. Так что вот так. Так. Это вот так. Это вот так. Вот, попал. Есть. Соберем я этот. Так, ну вот, третий готов. И добираемся к этому. В этих пистолетах вроде все более-менее качественно сделал. Вот не помню я. Может быть, раз я тянул, менял в одном. А может и нет. Менял кнопку, помню. В одном сгорело. А в этом уже, видите, как изгорело по ходу сама нагревательный элемент. Сейчас посмотрим. Снимем скубу. Вот так, как бы это тебе. Вот. Такие две пластины. Собраны через какой-то... Диэлектрики, или что? Само устройство я точно не скажу. Или имеет высокое сопротивление между пластинами вот этот материал. Потому и греется. Итак, друзья. Удалось мне и этот, вот, ремонтировать пистолет. Указался виноват провод сам сетевой. Скорее всего, где-то в районе вилки. Я заменил донорского пистолета. Все заработал. Диод только припаял. Вроде как было. Но диод не работает. Не знаю почему. Да, меня мало этого волнует. Сам факт, что он работает. Вот. У меня это уже стержня у меня. Сейчас нет запасного. Я уже нагрел немножко возле розетки. Вот клей. Видите, сами. Есть. То есть разогрето оно. Греет. Работает. И будет работать. Вот такой вот ролик был. Те уже пистолеты забрали. Так как снимаю уже на второй день. Паял на работе провод. Нет паяльника сейчас. Вот в принципе все такие поломки. Какие есть в этих пистолетах. И все они. У них в большинстве случаев ремонтопригодные. Если есть еще запасные. Такие в топчатах. Вот такое вот видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok